и всем привет ребят с вами мистер ванька и сегодня записываю новый ролик давно хотел записать видеоролик данного формата все как-то руки не доходили многие ребята спрашивали мое мнение я даже на стримах заходил смотрел данный нагибаторский геймплей чик ну и конечно же начнем мы с обзора html5 все его ждали поэтому обязательно не забывайте прожимать пальцы вверх давно у нас не было вообще видеоролика который связан с каким-то таким разговорным стилем я даже если честно постепенно уже даже начинаю терять определенный словарный запас и ту скорость с которой я бывает могу что-то там сказать поэтому если сегодня где-то что-то там буду запинаться сильно там не ругайтесь надеюсь что не сильно будет это все дело заметно начнем давайте наверное ребят с того что сегодня хотелось бы рассказать и плюсы и минусы html5 зайдем даже я думаю что в катку но надеюсь что зайдем довольно таки быстро это все расскажу и вам станет все понятно многие ребята уже видели как я заходил на html5 был у нас один стрим посвященный данной тематике и если не ошибаюсь то я просидел на данной платформе можно так сказать на другой версии нашей игры буквально где-то полчасика больше мои нервы не выдержали поэтому сегодня хотелось бы уже четко дать вам понятие определенное по данному движку потому что в скором времени все мы с вами перейдем на него надеюсь что будут сделаны те корректировки и доработки о которых я сегодня вам расскажу возможно кто-то уже тестировал кто-то видел кто-то может быть ничего еще до сих пор не видел не видел как это все у нас здесь работает насколько с какой-то стороны круто выглядит тот же интерфейс изначально вот этот лога и какие есть определенные недостатки которые нужно определенно решать изменять и дорабатывать потому что если в таком состоянии перейдет движок flash системы на html5 я боюсь что это будет определенно самая провальная тема которая только может быть все давайте я не буду тут просто балаболить на экране вы видите как я сейчас только зашел в танки вы видите что этот получает от бонус с премиум аккаунта начнем давайте с определенных плюсов их не так много но все же они имеются и давайте о них немножечко с вами поговорим поговорим конечно же о том как выглядит у нас изначальное главное лобби и я вам скажу мне реально понравилось мне реально понравилось не знаю как вам тем ребятам которые смотрят видеоролик данные которые уже заходили на данную версию но мне реально все понравилось мне нравится как выглядит здесь гараж как выглядят все эти челленджи то что здесь можно все почекать все выглядит довольно таки достойно и мне реально понравилось мне понравились определенные вещи с контейнеров то что вот здесь вот можно прочекать что у что у тебя еще не выбито, в каком свечении, что тебе может здесь дропнуть. Это тоже достойная тема, которой нет у нас на флэш-движке, и оно появляется именно здесь у нас на HTML5. Скорее всего, такое можно было бы сделать на флэш-движке, но разработчики игры у нас просто этого не делали, здесь оно уже появилось, и это довольно-таки солидно выглядит. Единственный момент, наверное, который я бы сказал, это то, что у меня случились какие-то определенные трудности, но я немножко не понял, просто изначально, как вот выходить из этих всех лобби, то есть здесь у нас получается вот этот верхний курсорчик, либо кнопочка Z, ну как-то мне показалось немножечко неудобно. Что касаемо гаража, который у нас здесь уже имеется, прогрузка тоже не занимает особо большого времени, тоже все довольно-таки грамотно сделано, и самое прикольное, что мне понравилось больше всего, это то, что вы можете примирать все краски, которые здесь имеются, вы можете поставить ее на свой гараж, ну и конечно же, конечно же, я бы хотел бы одеть кислоту, которую я уже одевал на стриме, и как мне нравится, как она выглядит, реально все достойно смотрится, и это круто, то что любой танкист, который заходит через... блин, не хочет мне кислоту одевать, представляете? Представляете, это что такое? Это что такое? Я могу переключить... А как это работает? А почему... А вот, все, наконец-таки на мою кислоту. Любой танкист, который хочет посмотреть, например, какую-то определенную красочку, может он захочет за ней двигаться и участвовать в турнире, он может зайти через HTM L5, открыть гаражик, нацепить данную красочку, и аппетитненько, сочненько посмотреть на нее. Вот я вот сижу, смотрю на кислоту и думаю, блин, насколько же она крутая, и насколько хочется, чтобы она у меня была в гараже. Это определенный какой-то для меня лично стимул, то что я могу зайти здесь, на данной платформе, посмотреть. Мне все это дело, конечно же, нравится. И с одной стороны, да даже не то, что с одной, со всех сторон это реально грамотно сделано, и за это я могу поставить жирный плюсик данной версии, можно так сказать, данному движку, за то, что имеется такая определенная функция. На этом, наверное, с интерфейсом все. Давайте уже отправляться в бой. И сейчас вот начнутся все те минусы, которые у меня имеются, которые у меня... Имеются определенные факты, которые нужно менять. Нужно определенно дорабатывать, потому что это, ну, просто провал. Просто провалище. И сейчас вы все увидите, надеюсь, быстро меня здесь в катку кинет. Не решил я там показывать магазин и тот режим, где можно выбирать бои. Там, ну, все предельно понятно. Я думаю, что это, в принципе, того не стоит, дабы я сейчас терял на это время. Ну, а самое главное, сейчас прогрузиться в эту каточку. Да, крит ошибок нет. Да, проблем никаких с прогрузками. Да, немножко даже бывает там долго что-то грузится. Интересно, даже у меня вроде как так долго и нифига не грузилось. Нет, ну, сейчас все вроде будет нормально, да. Да, все, мне прогружают в каточку, закидывают. И вот именно с этого момента у меня начинаются просто максимально большое количество вопросов. Да, на Титане вот сейчас не особо видно, как вращается камера в нашей игре, да. Если я сейчас одену харька и начну двигаться на довольно большой скорости и постоянно менять траекторию своего корпуса, вы увидите, насколько неудобно это все выглядит. Также я хотел бы сказать то, что отсюда переходить в гараж тоже максимально неудобно. Вы видите, сколько мне надо потратить времени. Мне надо зайти сюда сначала в полное лобби, потом найти то, что мне надо переодеть, потом надо возвращаться назад двойным кликом. Еще и при всем этом раскладе у меня почему-то ничего не поменялось. Почему у меня ничего не поменялось? А, прикольно. Это вот так вот работает, да? Это даже у меня почему-то не показало, что у меня там с умничтожением. Ну, я такого не делал, конечно, когда тестировал, но, в принципе, я как бы понимал, как это работает. Ну, вот и смотрите, как двигается у нас камера. Когда вы едете, например, в движении, как она у вас нестабильно работает. И если сравнивать, например, то, что у нас имеется сейчас на HTML... О, не HTML, на обычном флэшевом движке, и сравнить это вот с этим, мне определенно нужно заново учиться играть с данной адаптивной камерой. И у меня возникает вопрос. Вы меняете движок, я перехожу на новую игру, вернее, не на новую игру, просто на игру с новым движком, и должен заново учиться, по сути, управлять своим корпусом, и... Для чего мне вообще это делать? Если вы меняете движок, чтобы не было крит ошибок, чтобы все работало только лучше, а по итогу получается так, что мне надо заново учиться управлять своим танком так, чтобы мне было комфортно это делать. И тут у меня, ну, просто сгорело в тот раз, когда я тестировал все это дело, я просто не смог сыграть больше, чем одну нормальную катку. Первую катку у меня просто жестко, нереально горел пукан, и у меня взрывалось все, что могло взрываться. Вторую катку все же я решил сыграть довольно-таки достойно, ну, дабы, ну, полноценно хотя бы все это дело увидеть, и все равно я не смог ее доиграть нормально до конца, потому что это максимально неудобно и максимально некомфортно. Да, это по-другому, и вы скажете, что, типа, можно к этому привыкнуть, да, я согласен, но для чего мне, переходя на новый движок, который обещает быть лучше, без крит-ошибок, без всякой другой шляпы, мне надо заново учиться полноценно управлять танком. Ну, для чего мне это делать? Если я хочу просто зайти, умея играть так, как было все на флэше, просто зайти и поиграть. А мне надо еще чего-то там учиться, пересматривать какие-то версии, офигеть, все залагало. Нифига себе. Вот это, к этому меня жизнь точно не готовила, то, что вот так вот хоп, и меня подлагнет. Я не знаю, с чем это связано, это явно тут проблемы с компухтером моим, но, блат, у меня ничего не открыто, кроме записи видеоролика, и вот так вот просто подлагивать, ну, хз, 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 я бы сказал, что это не совсем достойная тема. Что касаемо, друзья, графики, что касаемо виде ников, хпшек здоровья и всего прочего, я бы сказал, что это определенная шляпа, просто полная лажа. Мне это абсолютно не нравится, мне не нравится, как заряжается, например, баллон на гауссе, на страйкере, то есть на пушках, где был у нас прокрут, да, то есть на флэш-версии здесь это все выглядит в виде полоски. Максимально неприятно мне это видеть, да, я не знаю, как вам, может быть, кому-то это и понравилось, но мне максимально это, ну, неудобно, это некрасиво выглядит, и при всем этом раскладе, вот та расходка, которая имеется, где, по сути, вот имеется тайминг, да, когда у вас заканчивается, оно сделано каким-то таким монотонным, довольно-таки, цветом, и, как по мне, даже не особо понятно, когда у вас имеется уже расходник. Да, как бы там таймер прошел, понятное дело, что к этому тоже можно привыкнуть, но я не понимаю сути, я не понимаю, почему нужно определенно все эти параметры, которые работали на флэше, отлично работали, не было никаких определенно проблем с этим, зачем все менять. Радар я вообще молчу, это просто, я не знаю, это для, не знаю, для кого сделано, но это полнейший бред, и, по сути, бесполезная тема, которая только занимает место на экране, и которая, по сути, ну, в какой-то степени поглощает ваш трафик, и делает дополнительную нагрузку, и мне кажется, что, ну, что-то оно там делает, по сути, ну, короче, просто бесполезная тема, про это я вообще, как бы, говорить не хочу. Что касаемо кнопок, этого я сказал, но самое-самое, да, вот, я бы, я бы совсем согласился, я бы совсем согласился, я бы согласился даже бы, бог с той нары, бог с теми радарами, бог с тем всем, что там, что даже неудобная, вот эта вот верхняя полоска с временем, и со всем этим тоже, как-то все очень печально выглядит, как по мне, все это мобильная, тупая версия, которую даже никто не решил не менять, все оставили так, как было, и почему нельзя сделать нормально, почему нельзя сделать так, как было на флэше, я не понимаю, это бы все ничего, да, я бы со всем этим согласился, даже катку доиграл до конца, ничего себе, еще каких-то кристалликов заработал, я бы со всем согласился, но я не могу, определенно, никак, согласиться с этой камерой, это максимально неудобная тема, я надеюсь, что хотя бы те ребята, которые играют с мышками, да, я знаю, что в последнее время таких игроков становится больше, что хотя бы у них все будет с перехода, с флэша на HTML5, у них все будет так же, как работало, я очень сильно на это надеюсь, что им не надо будет ничего там привыкать, у них все будет годно так работать, но, что касаемо тех ребят, и меня в том числе, которые играют на клавиатуре, это выглядит максимально убого, максимально неудобно, и максимально некомфортно, с этим нужно определенно что-то делать, надо менять, нужно делать нормальное адаптивное поведение камеры, чтобы не было какой-то трясучки, когда разворачиваешь башню, у тебя камера ведет вообще нестандартно, то есть она не может так себя вести, нужно делать то, что вы уже сделали, у вас есть версия, в которой все привыкли на ней играть, все четко, зачем менять вот так вот, зачем это делать, почему нельзя сделать нормальную камеру, и у меня бы даже бы не горело бы, я был бы всем доволен, мне было бы все прекрасно, и даже бы вот к этой, всей камере, я бы ко всему этому привык, я бы даже об этом никогда бы не говорил, я не говорил бы, что мне это там, да, неприятно глазу, да, это что-то новое, я бы к этому привык, но камере такой, максимально мне не хочется привыкать, я хочу, чтобы это переделали, я надеюсь, что нас услышат, потому что такого мнения большинство игроков, я запуская даже стрим, проиграя одну катку, в чате увидел точно такое же, абсолютно мнение, почти у всех тех ребят, которые смотрели данный стрим, поэтому я не единственный, которому это не нравится, и большинство игроков вообще до сих пор не тестировали эту версию, потому что либо не знают, что ее можно протестировать, либо просто-напросто не хотят тестировать, да, безусловно, крит ошибок нет, это круто, но камеру нужно обязательно переделать. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня получился, я не знаю, насколько он насыщенный, насколько он крутой получился, я в принципе все, что хотел рассказать, все вам рассказал, все свои плюсы, минусы, все, что я увидел, да, возможно, какие-то аспекты я пропустил, возможно, что-то я не заметил, можете написать по этому поводу в комментариях, если будет нужно, я это протестирую, запишу еще какую-то определенную версию по обзору, ну а так, в общем и целом, я рассказал самую главную проблему, которую нужно решать, и я считаю, что, ну, нельзя это так оставлять, нельзя вот с такой вот версией выходить, менять, это будет просто провалом, как по мне, и хорошо, что это просто сейчас все находится в таком, можно сказать, бета-тесте, да, кто-то уже полноценно играет на этой версии, но я не могу, я не могу играть на этой версии, меня просто тошнит, я не могу к этому привыкнуть, и я отлично понимаю, что я даже лучше пойду, перепрогружаюсь там пару-тройку раз с этими крит ошибками, но я буду играть с той камерой, с которой мне удобно играть, и с теми проблемами не буду даже сталкиваться при сводке, то, что будет у меня вести не так камера, я не смогу сводиться на таких пушках, как Гаусс, как Страйкер, я не знаю, что там, с Шрафтом не тестировал, но я буду полноценно знать, что мне и моему скиллу в игре ничего не помешает, и я буду также приносить пользу, здесь я в этом не уверен. Вот такой вот видеоролик получился, я надеюсь, вы поняли мой посыл, прожмите обязательно палец вверх, на данный видеоролик, если вам понравилось, можете также подписаться на канал, если не подписаны, поддержите меня, напишите обязательно, обязательно, ребят, кто досмотрел видос до конца, напишите какой-нибудь комментарий, да, если даже что-то не хочется там писать, ну, какую-то свою темочку оставьте, напишите какое-то свое определенное мнение, либо напишите там, что-нибудь там, привет, туда-сюда, как дела, короче, продвиньте видеоролик, чтобы как можно больше людей увидели его, я считаю, что это тот самый видос, который обязательно нужно видеть, большинству игроков, которые продолжают играть в вашу любимую игру, Всем спасибо за просмотр, всем удачи, друзья, и всем пока!